Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Юлия Конраденок, и я приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня я хочу поговорить с вами о чудо-деревьях. Что такое чудо-деревья? На самом деле сейчас этот подается как такая новинка, но наши предки давно пользовались этой методикой, учитывая, что земли у них было не очень мало, а плоды они тоже очень любили. Так в чем же их суть, этих чудо-деревьев? Это дерево, на котором привито одновременно несколько сортов. Очень приятно подойти к дереву и видеть на нем одновременно и желтые, и красные, и бордовые, и даже полосатые яблоки разного вкуса и даже разного срока созревания. Это позволяет экономить нам место, это позволяет экономить нам время. И экономит, кстати, наши силы. Согласитесь, когда у вас целое дерево белого налива, который созревает одновременно, и дерево это уже большое, то перед нами встает проблема, куда девать 100-150 килограмм яблок, а то и 200. Но если у вас на одном дереве привито 2-3, а то и 4 сорта, я знаю случаи, когда прививали до 10-15 сортов образцов на одно дерево, главное, чтобы хватило сучьев, такой проблемы не возникает, особенно если привиты сорта, отличающиеся по срокам созревания. В чем их сущность? На молодой саженец, желательно 2-3 летнего возраста, у которого уже заложены скелетные ветви, прививаю черенки других сортов, сохраняя одну-две ветки исходного сорта, и выращиваю дальше до закладки новой кроны. В результате вам продается деревце, на котором уже белый налив, штрейфель, елена, коваленковская, редфри, все зависит от вашего желания и от возможностей питомниковода. В чем их еще преимущество? Благодаря тому, что сорта созревают в разное время, вы можете постепенно собирать яблоки, обеспечивая себя и свою семью свежей продукцией с небольшой площади, ведь деревце занимает не так уж много места, одно деревце, в течение длительного времени. Точно так же поступает не только с яблоней, но и с грушей, со сливой, единственное могу сказать, с вишней и черешней проходит сложнее. Дело в том, что они очень плохо поддаются перепрививке в силу своих физиологических особенностей, а именно из-за тенденции заливать каменью любую ранку, будь даже эта прививка. Но с другой стороны, вишня и черешня у нас перерабатываются всегда стопроцентно и даже еще не хватает. Поэтому наиболее актуальным для владельцев небольших участков, либо тех, которые не хотят превращать весь свой участок в сад, являются деревья с прививкой нескольких сортов. Здесь есть маленький секрет. Дело в том, что современный сортимент яблони и груши предполагает наличие сортов самого широкого спектра созревания. Если мы возьмем, например, сорт Эрли Женева или Елена, они созревают уже в июле месяце. На две, а то и три недели раньше белого налива. И если мы возьмем сорт памяти Сюбаровой или Иманд или Синап Белорусский, которые спокойно лежат до нового урожая в отдельных случаях, стабильно до мая месяца, то прививая такие растения, такие сорта на одно дерево, мы можем вызвать у него небольшое расстройство чисто физиологического характера. Дело в том, что для питания яблок летнего срока созревания и для питания яблок зимнего срока созревания есть небольшое расхождение впереди поступления питательных веществ. Поэтому оптимальным для получения чудо-деревьев является прививка совместно либо летних и осенних сортов, либо осенних и зимних сортов. Например, вы имеете деревца яблони белого налива, на котором привита Елена, Мечта, Коваленковская, Штрифель, Редфри, Ауксис, либо другой любой осенний, либо ранний зимний сорт, например, белорусская сладкая. Либо вы имеете деревца, на котором привиты осенние сорта, тот же самый Штрифель, Слава Победителям, то же самый Ауксис и любые зимние и позднезимние сорта, например, Веселина, Иманд, Редкрафт, Лигл, Айдорет. В таком случае совместимость их по их биоритмам и физиологии будет идеальной. И такие деревья проживут гораздо дольше и наиболее эффективно будут отдавать свой урожай вам. А вам это позволит значительно сэкономить время, значительно сэкономить площадь, а также удивить своих гостей уникальными деревьями, на которых одновременно зреют яблоки разного цвета, вкуса и окраски. Большое спасибо мне за внимание. Надеюсь, что наша информация была для вас полезной. Подписывайтесь на канал Процветок, задавайте свои вопросы, пожелания и всего вам хорошего в новом саду. С уважением, Юлия Кондратенко.